Новая экзотичная для наших местин живёла появилась в Могилевском зоосаде. Как помянутся, Маруся приехал из Бабруйского зоопарка. Живёла частково адаптовалась на новом месте и с новым насельником знакомилась наша сдымочная группа. Маруська, ты любопытная. Обратите внимание, она уже подходит к нам. Ну что моя лапонька? Ну что моя хорошая? Могилевский зоосад населяет больше за 200 копытных. Гэтыми днями спис пополнился. Яку дали мянушку Маруся. Ей всего три года. Созревают они для будущего потомства в 6-8 лет. В дикой природе масса достигает до одной тонны. Длина более трёх метров. Арел поселение Живёл, полночные Инды, Непал и Китай. Другая назва Яка – тыбетская корова. Минавито там Якау приручают и выкарастовывают у якости гужевого транспорта. Як правило, Живёлы добро идуть на контакт с человеком. Она уже у нас третий день, ведёт себя спокойно, откликается на кличку на своё. Маруся, называете она? Да, идёт, да. Реагирует? Реагирует, конечно. Она прибыла в новое место и, конечно, она осторожная. В будущем она будет не только любознательная, а очень ручная. Будут кормить и посетителей, и кто будет здесь присутствовать, будут кормить. У дикой природе Якис поживает уезжу свежую траву и ветки древа. У зоосады рацион Живёлы дополняют ласунками. Это белый хлеб, зерня и мука. Сложности по уходу есть с этим животным? Никаких сложностей пока нет. Она у нас в новинку, но мы уже и начали провели и обработки всеобразные. В данный момент уже будет у них весенняя линька. И к зиме она растет очень красивой шерстью. У худким часе у зоосады плануют набыть самца Яка. А у вольеры Живёл может появиться и специальная горка. По рельефу, наближенная до тибетских скал. Катерна Балукова, Виталья Алексеенко. Новины региона.